Молитва – это единственная возможность у человека, через которую он может увидеть Бога. Вы скажите, что же все время стоять перед иконами? Но ведь молитва – это не только стояние перед иконами. Молитва – это любое делание человека пред лицем Бога. У меня совсем недавно появилось четверостише, которое я вынес эпиграфом ко всему этому альбому. Он у меня все еще в процессе развития не закончен. И вот это будет эпиграф, когда уже все сформировается. Жизни правила совсем просты. В этом мире только Бог и ты. Как найти к нему дорогу в каждом человеке – образ Бога. И вот когда я это для себя уяснил, я надеюсь, что я уяснил, я стал смотреть на мир другими глазами. Мне стало легче жить, потому что жить было трудно от несправедливости, от засилия зла. Иногда из сердца выскакивал вопль. Ну почему так, Господи? Ну а когда со временем понял, что все, что меня окружает – это дело рук человека, который испорченная икона Бога, у меня все стало на свои места. Просто я понял, что мое дело – молиться о том, чтобы Господь нас реставрировал. Как вот художники реставрируют иконы, так и нас Господь реставрировал, чтобы нас Господь привел к покаянию. Молитва. Господи, почему ж мы душой ветшаем? Ты пришел и принес нам надежду. Но ведь мы не стоим предраспятием, ни о брачной, ни в ветхой одежде. Нет у нас никакого понятия. Все равно Ты прости нас, мой Боже, Наши души Как мрачные тени А распятие Голгофы Быть может Призовет нас упасть На колени Ты прими нас Как блудного сына Как смоковницу Нас не отвергни Чтобы с брачного пира Не выдолкли в спину В тьму кромешных нас Не вергли Если можешь, прости нас, детей окаянных Хоть того мы, конечно, не стоим Гостенеем в грехах постоянных Маршируем по гибели строям Дерзко-дерзко просить снисхожденья Когда в лености пьем Баклуши Пусть же свет твоего воскресенья Просветит наши темные души Пусть же свет твоего воскресенья Просветит наши темные души Я хочу Сейчас не петь А просто почитать Мои стихи Чтобы вы немножко отдохнули Моего голоса напряженного Хотя это тоже поется Но мне хочется вам просто прочитать Сейчас Стихи, которые Я посвятил своему Другу детства С которым мы Выросли Потом нас Жизнь разбросала Мы его два раза хоронили То есть нам говорили Юрка Храмов погиб Потому что человек был такой Бесшабашный И вот я его В третий раз Обрел Буквально несколько лет назад Он пришел ко мне домой Он сказал Историю своих скитаний Ну как обычно Приврал Процентов на Семьдесят То что с ним случилось Он любил врать Я то что он рассказал Поделил пополам И все равно Больше вранья И с сожалением Сейчас Вижу как человек Ходит по этой грешной земле И никак не понимает Что с ним происходит А фамилия-то у него была Есть Храмов Эпидроф Помни последняя своя Его век не согрешишь При мудости Серахова Как же страшен мир Перевернутый Мы живых друзей Считали мертвыми А пожар души Гасили водкою Где бы можно вброд Хотели лодкой Звучные фамилии Превращали В прозвища Девочек кадрили На танцульках Стойбищах Молодость прошла Будто не было Но светило Солнышко Светит с неба нам Золотит кресты И утром И утром рано Отрезвись Ожидание Призван к вечности Мы знаем Об этом Из священописания Да и так В общем-то Вот мой рассудок Подсказывает мне Что не может быть Такого конца Чтобы я перестал быть А то иначе Какой смысл вообще Моем Появлении на этот свет Другое дело Какое пребывание Будет у меня За границей Того что мы называем Смертью И вот Как предостережение Звучат Мои строчки Моим друзьям Я часто говорю Ребята Завтра может не наступить Подумайте Хватит играть В игрушки Надо заняться Серьезным делом Может камень Быть Ограненным И граненным Быть может Стакан Икра В жизни может быть Белое Черным Белое Черное Тоже Легко Можно зло Посчитать Побежденным И не надо Ходить Далеко Можно зло Посчитать Побежденным И не надо Ходить Далеко Можно жить Очень близко От храма До дороги Склицком Идти Просыпаться Приходится Рано Для молитвы Быть Время Найти Говорить Говорить Можно Много И смело Потрясая Познанием Народ Только Как Вот Доходит До дела Получается Наоборот А Бывало Захочется Сильно Помолиться Затепнев Свечу Только Ужин Настолько Обильный Надо Делать А Нет Не Хочу Так Проходят Года За годами И Устав От Суетных Дорог Перед Сном Помолившись Устами Лег Заснул А Проснуться Не Смог И Вот В разговоре С людьми Которые Тебя Окружают Они Вроде Бо Единоверцы Даже У некоторых Кресты Одеты Когда Говоришь На каких-то Серьезных Вещах О жизни И роли Церкви В обществе Идет Какое-то Непонятное Сопротивление И Удивляешься Ну ладно Дома Вот Кто-нибудь Противился Там Из Людей Которые Исповедуют Там Другую Религию Иудеи Там Буддисты Мусульмане А ведь Сами Люди Которые Относят Себя К Православным Людям Беспокоятся Как-то Вы будете Вот так В школе Например Вводить Предметы Религиозные И Меня всегда Это Изумляло В плохом Смысле Огорчало И я До сих пор Не могу Понять Что В них Говорит Внутри Или Это Нежелание Или Страх И Непонимание У меня У меня Все Время Об этом Когда я Думаю На душе Горькие Состояния Что я Выразил Строчками Которые Сейчас Прочитаю Как Корько И Обидно Становится За тех Кто По Крещению Как бы Православен Воят Течет Обильно И Сатанинский Смех С поганых Уст А с подрубахи Камень Готовы Бросить Церкви В огород И иноверцы Нашинский Народ Они По виду Все Благообразные И Любят Рассуждать О Куманизме Да Темы Их бесед Бывают Разные От Милосердия И Аж До Терроризма Готовы Обсуждать Вот Круглый год Не иноверцы Нашинский Народ И Все Кругом Своим Оршином Мерят В чужом Глазу Сариночку Увидят А Боги Говорят В душе Мол Верят Попозже Как известно Ненавидят И муть Народ Одним Мы Миром Мазаны Собратья Безумство Хама Скорбное Событие Да Сколько Будем Грязью Обливать По вере Нашей Будет Наше Житие Печайный Ждет Нас Всех Тогда Исход Не Иноверцев Нашинский Народ Подходим Все Под общий Знаменатель Не Каемся А только Согрешаем Но К благу Волен Обратить Создатель Те мерзости Что люди Совершают И может Соберется Наш народ Когда-нибудь На Покаянный Крестный Ход Думаю Рассуждая Переживая Внутренний мир Моих Близких Моих Прихожан Моих Друзей Для меня Не секрет Почему так Это уживается В человеке Просто Хочется Объяснить Каждый раз Что Христу Мало верить Ему надо Доверять А Даже Среди Нашей Массы Православных Христиан Воцерковленных Очень часто Можно встретить Людей Которые Будучи Христианами Еще остаются Язычниками Верят В разные Приметы И Порой Становится Страшно Что Люди Которые У них Учатся Приходятся И учатся Это повторяет Усваивать Как Эти явления Как церковные Вот Однажды Я услышал Как Бабушка Сказала Внучке Не вздумай Ты что Не поднимай На моих глазах Я шел сзади Я понял Что они увидели Они увидели Оброненный крест На дороге Она Маленькая Естественно Ей было лучше видно Она увидела Хотела Ой Что ты Что ты Что ты Ноченька Ей сразу Я за руку И повела Это очень Распространенное Суверие Люди боятся Креста Боятся Его поднять Говорят Что Можно Свой крест Чужий крест На себя Взять И потом Неприятности Начнется И всякий раз Когда Я с этим Сталкиваюсь Я не Жалею Время И Не объясняя Долго Читаю Своё стихотворение Которое Называется Крест Я его написал Именно По этому поводу Когда Увидел Как Прошли мимо Крест 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 На земле Но Я вам Спою Это Баллада В уличной Сутовке Суточной Суете Стремясь За призраком Удачи Не замечая По престолной Простоте Что хуже В раз-два Спешат А как Иначе Бегут Шагают Семенят Или Шаркают Уже Вознеможений И Под ноги Почти Что Не глядят А там В пыли Обронено Его Изображение Наденный Крест Оборванный Гайтан А Суверие Тяжести Креста Поднять Отпугивает Христиан Из Придорожной Пыли Крест Христов Хотя Послушать Проповедь Отцов Самбона Призывающих Терпеть Нетрудно Под церковный Хор И даже Вместе С ним Подпеть И даже Вместе С ним Попеть Да Коли Будет Крест Поднят К терпению В народе Говорят Терпеть Да Да До каких Жек Пор Уж Лучше Праздный Разговор Знать Наш Утел Таков Не Надать Нам Чужих Крестов Не Надать Нам Чужих Крестов Я Не Придум Это Пыль А Он Распятый Навзнич Пыль Ногами Братьев И Сестер Объятья Руки Разбрастер Предупреждая Ваш упрек Что Санта Спину Не Согнул Я Промолчу Но Недалек От Истины Кто Все Смекнул К Земле Склоняясь Ощущая Стыд Нательный Крест В ладони Жал Распятие Душа Горит Не Я А Он Меня Поднял Совсем Недавно мы отмечали 85-летие Со дня Рождения Нашего Покойного Владыки Николая Митрополита Нижегородского Арзамасского Он Меня Рукополагал Священники Первые Три года Я очень близко Находился С рядом С ним Очень Многому У него Научился Человек Потрясающий Мне Вам Рассказывать Сейчас О нем Очень много Можно Прочитать Книгам Издано Но Когда У него День рождения В 2000 В 2000 Году Я Как Настоятель Прихода Написал Поздравительный Адрес И Стихи Куда Приложил Который Назвал Пастырь Добрый Они Вошли В мой Альбом Под этим Названием Песни Посвящение Митрополиту Николаю Кутепову Пастырь Добрый Братья Во Христе Что Это Значит Это Значит Мы Единокровны Он Пасет В селив На месте Злачне Одного Мы Стада Овцы Полный Он Водой Покоя Воспитает Насыщает Хлебом Жизни Вечной И В Единостад Собирая К нам Нисходит Он Во Человечись Коль В ночи Заблудится Овечка На Погибель Пастырь Не Оставит Он Найдет Возьмет Себе На Плечи И На Небе Радости Прибавит Каждую Овечку Пастырь Любит Остроптив И В Козлищ Наставляет Верк Возьмет И Мягко Приголубит Без Внимания Он Не Оставляет Добрый Пасты Стада Не Покинет Тихий Его Голос Без Зак Песня Песня Волчья Стая Угрожает Взextа Как крест Бразящ Он Для Сним Престанет, отражая их на век, И словом с уст летящим, Глаголом божьим поражает. Добрый пастры, Господи всесильный, Путно прай мой следом за тобою, Дай мне покаяния слез обильных, Чтобы быть средь тех, кто одесну. Вы, наверное, заметили, что почти во всех Моих песнях, текстах, Как-то упоминают строчки священописания. Нарочи-то я делаю или нет, я не могу вам сказать. Потому что слово Божие, с которым я однажды Сприкоснулся, оно уже вошло в мою природу, И я уже и говорю иногда, как-то архаично, Как-то опечатываю все в моей речи, Мыслю, думаю, уже в контексте, И в описании. Вот на все в этом мире Я стараюсь смотреть через призму Благой Вести, через призму Евангелия. Я уже говорил, что это во многом Помогает понимать все, что с нами происходит. И однажды, читая на службе, читая Послание Коринфянам, Мне пришла такая мысль Вот, как просто человеку спасаться. Надо только смочь полюбить всех и вся, Как это делает Христос. Можно не читать священное писание, Можно не бдеть, Можно не делать поклоны, А вот просто любить. Так, как Христос. Потому что, к сожалению, слово «любить» У нас воспринимается иначе. А что такое любовь? Вот в Евангелии апостол Павел Чёрным по белому, конкретным, Прямо слово за словом раскрыл Все свойства любящего сердца. И вот по прочтению апостолского послания Коринфянам Я написал эту балладу. Как можно потерять то, что не имел, Но очень остро чувствую потерю? И я сейчас, наверное, б не посмел сказать Безстыдно просто, с лёгкостью я верю. И в сердце нет любви, Откуда взяться ей, Когда там жуткий смрад Собою всё наполнил, Грех камень подавил И давит всё сильней. Дух лезть и очень рад Он хочет, чтоб не вспомнил я, Что есть ещё одна Дочь мудрости Софии, Она ещё сильна. Ты только попроси её, Не оставляй меня. Надежда ради Бога Твой колокол звоня, Укажет мне дорогу. Дорогу ко Христу, Где обрету я вновь с Тобой, Я найду и веру, и любовь. Любовь, что своего не ищет, Знает меру, Долго терпит, не мыслит зла, Всему имеет веру. И будь я хоть пророк, Пусть тайны все известны, Мне без любви Христа Всё будет бесполезно. Мне без любви Христа Всё будет бесполезно. В самом начале Я вон пел песню, которую написал Очень давно, В начале 70-х годов. И вот стихотворение, которое сейчас Прозвучит, это тоже Из прошлого времени История очень смешная. В Мирном, это в Якутии, Долгие годы, там, Начиная с 80-х, И вплоть до Начала 90-х, Проходил фестиваль Для молодёжи, мирный по этой мере. Потом всё заглохло, И вот буквально года два-три назад Снова возобновилось. Я вот и знал о друзей, И в интернете обнаружил. И вот однажды меня туда пригласили, Когда я уже здесь вернулся, Оттуда, На родную землю, Уже работал. Пригласили как гостя. Это было в 87-м году. И фестиваль проходил Под лозунгом, Что мы сбережём Землю Для потомков. И в то время появилась Какая-то бредовая идея Реки Пускать вспять. Как-то что-то там построить, Какие-то плотины, Чтобы реки потекли вспять. Это на полном серьезе Обсуждалось какими-то там Псевдоучеными. Где-то всё засохло, И надо реки пустить По-другому руслу. И вот мне Мои друзья, Там, в оргкомитет, Говорят, Серёж, Напиши Что-нибудь в этом роде. Я говорю, Я же не поэт, Если поэта почище. Ну, Тебе иногда Нахлынет, Ты сделаешь. Дали мне задание И заперли меня В кабинете Худрука на всю ночь. Вот такое было Комсомольское задание. Написать песню. И вы знаете, Эту ночь я вспоминаю Как одну из золотых Моих ночей. Я всю ночь просто думал О том, Что же действительно происходит Тут С землёй, На которой я живу. Я, может быть, Впервые задумывался об этом. И к утру Я что-то там Сочинял. Они меня попросили Это спеть. И я спел Ну, так, Как это было всё Проходящее. Никто не заметил. Особо не воспринял. И вот однажды я В архивах своих Копался И наткнулся На эти стихи. Прочитал их сегодня. Я даже удивился, Что это я написал. Такое ощущение, Что писал кто-то другой. Серьёзный человек. Память и законы. Есть в нашей жизни Память и законы. Но об одном законе Я хочу сказать. И он Незыблем Как закон Ньютона. Беречь Отчизну Как родную мать. К нам Враг Не раз Врывался С разрушением. И тут потери Можно Объяснить. Так почему? С какого разрешения Мы обрываем С нашим Прошлым нить? Кто возразит? Кто? Выше? Ниже? Рандом. Но врать себе Не сможем мы В душе. А шар Чугунный Словно бумерангом Вернулся К нам. Не воскресить Как стали Редки Места, Где хочешь Голову Склонить. Склонить Тысячи лет Текла И стыдно Не было Потом. Прошу прощения. Пересохший рот. Рот Словно. У меня пересохший рот. Помню, мамочка родная, Ты так прошел Полтора часа. Наверное, сейчас Будем с вами прощаться. Я-то заготовил Второе деление Думал Ну Все это будет Динамичней Ну ладно Это будет Следующий раз Второе деление Я никогда не готовлюсь К своим выступлениям Потому что для меня Это не концерты Хотя иногда люди Называют концерт Батюшки Сергея Ну я Пытаюсь это называть Концерт проповищ Чтобы как-то смягчить Вот это Немножко В нашем сознании Пока еще не Состыкующиеся Понятия Сцена Ириаса И когда я первый раз Выходил на сцену Я Нашел Тогда еще У митрополита Кирилла Сейчас на ней патриарха Слова Из одного выступления Перед молодежью Где он говорил Что Место священника На острие жизни И церковь Это не музейный Экспонат Который вот Застыл И не меняется И покрывается пылью И я тогда Подумал И гитару Совершенно спокойно Взял в руки Найдя оправдание Еще на псалмопевце Давида Потому что в ее руках Была псалтирь Это тоже Деревяшка Со струнами Которая помогала Ино Славить Бога И первый раз Выходя на сцену Я всегда То есть не всегда В тот раз я сказал Чтобы Как-то вот Обезопасить себя Что я это делаю Не для того Чтобы показать Какой у меня красивый голос Это божий дар Как я умею играть На инструментах Меня научили Учили Я учился Очень долго В 82-м году Я закончил Консернаторию Нашу Нижегородскую Как дирижер Хармейстер Почему я оказался В церкви Потому что Меня хор попросили Хор попросили создать Вот так вот Господь меня вел Через все эти Тропинки И вывел на главную дорогу Узкую Спасительную И Я когда Собираюсь К аудитории Меня ожидающей Больше Просто молюсь Говорю Господи Вложи уста В принципе Набор песен Не меняется Есть Он немножко Еще в запасе Я всегда Отталкиваюсь От того Что Получаю Из зала Или из класса Или из цеха Мне приходилось Уступать В разных аудиториях Перед солдатами Перед рабочими Сейчас уже Я как-то не стесняюсь И перед школьниками Я не заботюсь О том Как мне Приготовиться К концерту Я Прошу Бога Чтобы он мне дал Возможность Передать Отсюда Прямо сюда К вам Вот сюда же То что здесь Находится У меня Иной раз даже И слов Там много не надо Я благодарен вам За то что Вы сегодня Меня так Внимательно Слушали Я почувствовал Как бьются Ваши сердца Это не красивые слова Для сцены Это действительно Ощущение Которое я переживаю Пожелания Много Надо мужику Много Ой, как много Чтобы торбу На боку В дальнюю дорогу Собрала ему Жена Очага Царица Чтоб была ему Верна Не забыть Молиться О пути Чтобы везде Легким Погазался Чтоб напасть И беде Невредим Остался Дай же Бог Тебе Мужик Веры Терпеливой Чтобы в жизни Не тужись И душою Дорожить Чистой И стыдливой Чтобы в золотой Твой час Дети рядом Были И глаза В последний раз С трепетом Закрыли А пока Ступай Мужик Путь Что ждет Не легок Все Что Путь Доступы Держи В добрую Дорогу И закончить Нашу встречу Сегодняшнюю Очень теплую Для меня Очень радостную Я хочу Песни Которую Посвятил Своим Родителям Маме И папе Песня О России А для меня Россия Началась С маленькой Деревни Где родилась Моя мама А в соседней Деревне Жил папа Это место Раньше Называлось Рязанское Куберие Сейчас это Липская область Донковский Район Село С Пешнем Ивановка Совсем рядом От Куликова Поля И когда мы Ехали в деревню Обычно Это было На поезде И мы Приезжали Ночью И отец Всегда Нас Детей Будил И говорил Смотрите И в темное окно Вон там Куликово Поле Я маленький Не понимал Что такое Куликово Поле А недавно Я снова Оказался На этой Маминой Родине И уже На машине Проехал Мимо этого Куликово Поля О котором Мы сейчас Знаем Немножко Больше Чем Из Вечебников Истории За третий Класс О России Много Говорить Не надо Что О ней Россия Говорить Вот Дожить бы Брат До Листопада Что По желтым Листьям Походить Может Скажет Кто Нашел Забаву Вон В Китае Лист Еще Жил Тей Нет Ты Подавай Ко мне Дубраву Дубраву Рощу Из Берез И Бескарей В речке Везовне Что Помню С детства И Забросить Удочку С моста В церковку Зайти Что По Соседству Приложиться К образу Христа Подавай Не Подавай Не Скоро Окажусь Я У родных Ворот Только Вот Я Вряд Ли Слезы Скрою На пороге Дома Где Живет Дух Отеческой Любви И Ласки Мамы Смех Братьев И Детская Возня Мощные Окон Дедовских Рамы Сколько Шлеп Забыла Без Меня Господи Дай Время И Возможность Прикоснуться К ангелам В саду Я К ним Соблюдая Осторожность С умиленным Сердцем Подойду Что Калитки Скрип Их Не Встревожил Я Тихонько Отворю Только Дай Все Милостивы Боже Вновь Увидеть Родины Зарю О России Много Говорить Не надо Что О ней России Говорить Кто-то Ищет Земли Эльдорадо Нам же Брат В России Нужно Жить Кто-то Ищет Земли Эльдорадо Нам Брат В России Нужно Жить АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров Затаённые дыхания этого зала, это такое, что я считаю, душевное, да? Это лучший объединитель. Самый лучший объединитель. Мне радостно, что вы всё приняли, поняли. И благодарю вас, прямо с низким поклонниками, за ту радость, которую мы достали. Спасибо, Господи. Спасибо. Я с удовольствием приду. Я с удовольствием приду. У меня есть много песен, не только на мои стихи, которые сегодня вы услышали, но и на стихи отца Владимира Гохмана, который вы все знаете, нашего проповедника. У меня два альбома записано «Давайте в Дух России» и «О Женщине». Очень много лирических цифров. Я пишу на наших, на наших. Как проповедую поэзии наших низгородцев. Будет возможность, я ещё раз приеду с удовольствием. Спасибо, Господи. Спасибо. 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 Продолжение следует...